доброго времени суток сегодня у нас на видео обзоре стиральная машина lg 14 декабря 2017 года мы ее приобрели и теперь давайте вот ее более подробно рассмотрим давайте и начнем рассматривать захода провода мы видим что мы с вами будем скажем что заходит и входит в катушку напряжения это очень удобно что катушка напряжения стоит отдельно так как катушка напряжения всегда издает большие тепловые коэффициенты и когда ее ставят в плату то она обычно нагревает своим теплом дорожки ну и как бы уменьшает срок действия платы дальше мы видим хорошую пружину хорошим лакокрасочным покрытием клапан не могу сказать он механический или электрический так как я салджи никогда не стал теперь мы наблюдаем саму плату что мы на платье видим мы видим тоже катушку но катушку как мы видим она хорошо сделано такая пластина стоит и она защищена вот этой пластиной от того чтобы нет посмотрите какой большой конденсатор и как раз вот эта пластина будет забирать тепло и конденсатор от катушки не будет нагреваться это большой плюс скажу мне это понравилось дальше она имеет ребро охлаждения причем посмотрите такое относительно не маленькое ребро охлаждения то мы здесь видим снизу находятся конденсаторы небольшие то катушки снизу находятся скорее всего на как они не работают я не знаю я в подробности не вникал просто от купил сейчас купили мою и делаем как быстренько вид загрузочного лотка изнутри смотрим неплохие шланги шланги такие да я действительно на стиральной машине я таких шлангов не встречал качественно мне кажется так резина настоящая резина вся везде мягкая я и уже сам обработал силиконом ну как бы я привык резина обрабатывать силиконом две катушки не могу сказать подходят ли допустим от распространенных моделей индезит арестон я вообще не вникал то здесь еще самое главное показать отсюда видно самое главное выбор этой модели стал потому что у нее разборный бак вот крепеж разборного бака и только поэтому я покупал вот эту модель так как сейчас производители встали сваривать бак ну я покупаю стиральную машину я не покупаю на 5 лет я покупаю лет на 10-15 и понимаю что когда-то будет происходить ремонт машина это подмосковной сборки наша отечественная завод стоит подмосковья московская область и какие комплектующие откровенно говоря даже не знаю не вникаю но не думаю что самое надежное такие дома среднего качества стиральная машина нам обошлась в 23 тысячи 600 рублей то давайте посмотрим теперь заднюю сторону задней стороны мы видим то у нас отсутствие ремня привод прямой с приводами прямыми я никак не сталкивался никогда видим темно ну и последний тогда видеосмотр сделаем когда мы ее перевернем еще снизу посмотрим тем я тоже ничего ничего не анализировал подходит откуда не подходит название ты на я выпишу представлю к видео маркировки двигателя нету отсутствует бак в принципе сделан все везде качественно красиво претензий визуально к сборке нету ну вот я перевернул машинку стиральную здесь отчетливо видно разборный бак насос 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 маркировку не видно имеется защита маленький шланг для слива воды это очень удобно удобно его использовать когда в деревенских условиях условиях дачи когда на зиму приходится воду сливать также имеется специальная дверка не надо спокойно открывается не надо ковырять вилкой ножом как на многих стиральных машинах то здесь такого еще ну и вот можно обратить внимание на то что вот стоит заземление я уже вижу заземление на корпус в этой машинке в трех местах дальше с амортизаторами я не знаком на они точно сразу видно не самое распространенное то есть не индезит не арестом по стоимости по живучести не знаю посмотрим вот сюда здесь стоит у них вибро прокладочка чтоб шланг не касался но вот в этом месте шланг корпуса касаются я еще дополнительно стяжкой сам стену прокладку ножки ножки вот посмотрите какая длина ножек укручиваться в принципе такая немаленькая здесь я сейчас сразу сам обработал силиконом все резинки и железо поверхность чтобы уже ничего не ржавела ну вот поставил стиральную машину свое исходное положение так бегло по отзыву пробежали посмотрели с лжишками я не сталкивался никогда один раз только взял машины под восстановление сейчас про это подробнее до этого был же у меня такого было но она адекватное мнение я и ценил на двоечку машину с которой я ковырялся вот крышечка лючка тоже отдельно открывается у меня допустим сравнивать на даче samsung стоит то там приходится либо вилкой либо ножом это полностью крышку всегда открывать это тоже довольно неудобно брал была у меня машина арестон и подарили связи с переездом не стали вести с собой арестон моделька он напишу не помню уже там в принципе тоже была неплохая машинка она до сих пор у товарища которым подарили она до сих пор работает но сейчас арестон упал в уровне во первых выбор этой стиральной машины стал по причине разборного бака у нас сейчас на рынке продаются с разборными баками по моим три модели это samsung lg и atlant samsung у меня есть на даче она при стирке белье в постельное белье заматывает в комок про атлант мне кажется сейчас белорусы качество уронили рисковать не стал атлант где-то стоит тоже от 17 это обошлось 23 тысячи то есть но разница небольшая решили все-таки брать лыжу а вот про лыжу которую я ремонтировал плата сверху осталось вот посмотрите вот катушка блок питания да вот которая греется и вы посмотрите как близко стоит реле релюшка это релюшка отвечает за тем и дверьцу и вот от тепла от тепла выгорела дорожка мы отпаялась отпаялась релюшка и соответственно короткое замыкание выгорела дорожка плата как вот и так как на этой стиральной машине и вот эта старая плата они все залиты компаутом доля если ломаться не будет это очень хорошо то есть дорожки не будут покрываться копотью пылью протирать спиртом ничего не надо но случае поломки этот компаут очень тяжело тут составная тут очень получилось как я заказал с китая вот эту релюшечку обошлась она мне 600 рублей все перепаял потом когда поставил не работает при изгибе плата вот она с двух частей стало мерцание я перепаял всю дорожку такой процесс очень такой трудоемкий и то же самое ничего не получилось возможно когда зачищал компаут черну по дорожке в общем я успокоился ту стиралку отдал на запчасти по этой стиралочки мне пока все устраивает это еще без запуска визуальном так осмотрел она мне нравится эту стиральную машину я подключил через счетчик учета воды и вот по истечению времени я записывал в каких режимах и сколько машина стиральная берет давайте подведем статистику смешанная ткань и 22 литра тут надо не забывать что расход будет идти от того что в ней вот здесь вот заложен интеллект то есть весы она учитывает вес белья и там уже программа индивидуально подбирается как расход так и время стирки смешанная ткани 22 литра хлопок плюс предварительная стирка 38 литров хлопок хлопок просто программа хлопок стирал постельное белье расход 30 литров постельное белье это стиральная машинка не закручивает в комок режим пуховое одеяло плюс интенсивная стирка 40 градусов было 27 литров стирал пуховик синтепон куртку синтепона грязь не везде отстиралась около мест места где карманы рукава грязь осталось дальше режим хлопок плюс максимально максимально это вот здесь вот выбираются функциональная интенсивная супер полоскания это сам режим хлопок плюс предварительная плюс режим хлопок максимальная плюс предварительная плюс интенсивная время работы 4 часа воды взяла 30 литров режим смешанной ткани плюс предварительно 30 литров режим так сейчас следующую посмотрим так какой деликатный режим 28 литров режим забота о здоровье стирал постельное белье плюс предварительная стирка плюс супер полоскание 46 литров режим шерсть стирал один свитер 30 литров режим хлопок плюс функция без складок 40 литров дальше в этой стиральной машины раз в месяц она будет просить сделать здесь будет на табло загораться специальная ошибка сделать так называемую очистку барабана при помощи удержания вот этих двух кнопок она включается очистка барабана по времени занимает одну минуту 21 час 22 минуты и берет воды расход 35 литров что про эту стиральную еще можно машину сказать давайте из минусов в лотке периодически остается да не периодически постоянно не смывают порошок это самое несколько раз было не смыло кондиционер дальше резинка остается вода но критичность на этой воде абсолютно никакой нету потому что вода чистая сполоскание запахов никаких ними просто вот вместе резинки осталась вода не стекает ничего криминального в этом нету что здесь у нас еще идет изменился из минусов у нас идет следующее следующее вот смотрите выбираем программу хлопок и это вот большой минус и и пока вы не загрузите белье пока вы не загрузите белье она вам не покажет время сколько она будет стирать то есть по весу надо сначала зажать вот работает интеллект называется она проверка раза три-четыре каждую сторону взвесит и после этого вам только на табло выдаст показатели продолжительности стирки знаете какой большой минус большой минус то что вам никак нельзя подстроить рассчитать время допустим у меня двух тарифных счетчик и мне надо чтобы она включилась после 11 часов во первых у этой стиральной машины таймер отсрочки таймер отсрочки вот кнопка он рассчитан на таймер рассчитан с условием что этот таймер сработает то есть время вот это когда закончится стирка во первых несколько стилок показывала что он раньше заканчивается минут на 20-30 вот так вот стирки во вторых вам никак не вычислить вот как здесь вычислить сколько будет стираться потому что надо чтобы сколько стираться надо запустить машинку она прокрутит потом только покажет время а там уже не выставишь таймер то есть уже программа будет включена это большой минус за это мы снижем оценку машине один балл по пятибалльной шкале дальше из по преимуществам мы уже с вами прошли из недостатков из недостатков посмотрите вот что вот это вот такое за люфт барашка но как бы я первый раз на стиральных машинах вставляю вот этот люфт барашка принципе это тоже такое нехороший недостаток но нехороший показатель если вы считаете что я так уж сильно придирает тогда посмотрите вот сюда вот этого часть вот просто она не закреплен вот эта часть ну никак не закреплена вот она я я не знаю я туда ну когда разбирал я там не посмотрел почему спрашиваются вот такой вот люфт да я не могу сказать если вы считаете что я сильно придираюсь то вот смотрите вот тогда вот что такое сильно придираться вот это стиральная машина по своей ценовой клавификации если по машинам брать то это будет машина премиум класс а теперь посмотрите какие вот здесь вот зазоры ставлю вот здесь перепад соответственно зазор от с той стороны вот видно какой перепад большой это все дело свариваться на кондукторах то есть специально такие приспособления куда вставляется и свариваться вот это уже называется придираться но за это я оценку не буду снимать я буду снимать оценку машине за за плохое управление ну и даже знаете наверное вот за эти люфты мы оставим без внимания давайте рассмотрим такой вариант вот еще посмотрите на панель управления здесь нету то есть как вот с этой первое время стиральной машины вот здесь вот надо просто в талмуд держать вот эту книжку сервис на от стиральной машины вы захотели постирать постельное белье куда его включать хлопок вы видели я перечислял для постельного белья это большое белье то есть надо уже воды побольше и только в одном месте написано что постельное белье включается в режим забота о здоровье это там написано не постельное белье а пододеяльник или просто что-то вот из этого указано то есть плохой информационную информацию о настил этой машинки на того за это я снимаю второй балл вторую звезду по пятибалльной шкале вот такую штучку вот такую штучку вы знаете в талмуде там вот есть режим и описание так вы сделаете тогда формата а4 и вот и и вот сюда положьте чтоб я каждый раз не открою но первое время часто я уже привык первое время я допустим хочу постирать рубашки у меня стиральных машинах были даже функции в 10 написано рубашки нету то есть открываешь и начинаешь читать в каком режиме мне стирать все вот постельное белье хотя бы постельное белье я считаю что надо было где-то вот 10 написать это по минусам давайте посмотрим вот в каких режимах пуховое одеяло она не взвешивает где интеллект включается забота о здоровье тоже взвешивает то есть вам таймер не выставить одежда малыша взвешиваться полосками отжимания на это не то быстро есть быстрая стирка тоже интеллект включая интенсивно 60 тоже интеллект включает шерсть тоже интеллект включая деликатная тоже спортивная одежда тоже хлопок тоже интеллект то есть про а нет я вас где-то деликатная без интеллекта маленько дезинформировал шерсть без интеллекта без веса то есть вам сразу время показываю и деликатная шерсть интенсивная я вас маленечко дезинформировал быстро 30 тоже ну все совершенно верно быстро 30 минут полоска не уже не мы не считаем дальше по вибрации здесь стоит у стиральной машинке куплены антивибрационные силиконовые подножки специальные что касается пола пол здесь не самый плохой пол здесь я считаю по нынешним меркам здесь дсп советская 22 20 миллиметров толщиной дсп я думаю это сейчас в данных условиях как делается дсп это очень хороший показатель по по вибрации судите сами по вибрации судите сами моя оценка данной стиральной машине по пятибалльной шкале 3 балла один балл снимаем за информативность панельки и один балл снимаем за таймер за неудачное расположение таймера так как по интеллекту его невозможно высчитывать давайте чуть-чуть я подробнее остановлюсь и приведу пример человеку стиральная машина она шубит последние 10-15 минут когда идет отжим когда максимально она отжимает кстати про отжим отжим отжимает она хорошо тут 1200 оборотов и отжимает она довольно хорошо и вот это самый максимальный шум от стиральной машины теперь представлять его человеку у него двухторитный счетчик то есть до 7 часов ему надо вставать рано на работу где-то в 6 часов и он хочется в 6 часов закончилась стирка то есть 6 часов она зашумела он проснулся это самая все здесь так не выставить потому что интеллект вам не дает время не показывая пока не взвесит белье вот за этот за за этот недостаток производителя я снимаю один балл так в принципе стиральная машина хорошая комплектующая так я смотрел она мне нравится но вот за должен быть честным я и ставлю троечку но она мне все равно нравится на этом видео обзор заканчиваю заканчиваю с вами был сергей до свидания давайте маленькой еще такое примечательницы дополним чем же меня не устроил таймер отсрочки времени с программой интеллекта а тем что он несколько раз я выставлял пытался высчитать и по двухторитному счетчику чтобы она у не включилась после 11 часов вечера она включалась то без двадцати то за полчаса то за без 15 то есть самая первая программа когда работает тент и у меня мотает еще электричество по дневному тарифу вот именно поэтому мне здесь не нравится таймер отсрочки и именно поэтому я за таймер отсрочки снижаю один балл